Работники Акимата вспомнят школьные годы. Впервые в Караганде чиновники снова сядут за парты. На базе регионального центра обучения госслужащих начались курсы, где Акимы всех уровней будут постигать азы государственной политики в агропромышленном комплексе. Учебный процесс не будет отличаться от настоящего. Лекции, зачеты и, конечно же, экзамены. Почему должностное лицо обяжут снова учиться? Материали наших журналистов. Главу государству поставлены конкретные задачи перед Акимами всех уровней. Это, в первую очередь, развитие агропромышленного комплекса, социальная модернизация страны. В связи с этим проводимые курсы тематического обучения приобретают особую актуальность, подчеркнул глава области Абельгазы Кусаинов. Одним из приоритетных является развитие агропромышленного комплекса, в том числе реализация проектов развития экспортного потенциала мяса КРС, социальная модернизация страны, программа занятость 2020. Только я знаю, что эти курсы наверняка будут востребованными. Давно мы не собирались, давно мы не рассматривали те вопросы, которые мы должны реализовывать вместе с вами, каждый в отдельном своем округе, районе и так далее. В программу курсов включено изучение программного выступления главы государства, социальная модернизация Казахстана, 20 шагов к обществу всеобщего труда, а также такие актуальные вопросы, как реализация проекта, развитие экспортного потенциала мяса КРС, гормпроизводство, новая программа развития агропромышленного комплекса Казахстана до 2020 года. Тут очень компетентные приехали, которые сами авторы этих программ, и они все непосредственно хотели, чтобы они объяснили Акимам, контингентно обучающим, потому что непосредственно эту программу на местах реализуют эти люди, которые мы собрали. Государство в своей деятельности в первую очередь опирается на госслужащих, а для этого необходимо создавать соответствующие условия для исполнительной власти. Способность госслужащих решать непростые социально-экономические задачи напрямую зависит от их профессионализма, морально-этических ценностей и практического опыта, так отметил глава области. Всего курсы будут проходить 240 госслужащих. На третий день чиновникам предстоит сдать экзамены, по результатам которых будет составлен рейтинг и внесены соответствующие предложения по кадровой политике. Мурила Туржан, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.